Ну и от спортивных баталий к баталиям армейским в поселке Усть-Кенельске состоялись ежегодные областные соревнования по военному биатлону среди подростков и подразделений силовых ведомств. На огневой рубеж вышел наш корреспондент Николай Козлов. Основная заповедь морского пехотинца – бежать быстро, стрелять метко. Именно по таким бескомпромиссным правилам проходили состязания по военному биатлону в Усть-Кенельском. Основная фишка военного биатлона – оружие. На огневом рубеже участников ждали практически точные копии автомата Калашникова. Далеко не всем удавалось с ними справиться. К счастью, рядом находились специалисты – ветераны морской пехоты. Стрелять умеете? Нет. Нет? Пока я. Продохранитель снимаем, вышиваем патрон в патроне, вон мишень. Ну а дальше сами. Вон, не в дядьку, а в голову. Вон ниже. Основная задача – это отвлечь детей от улицы и привить им другие ценности, чтобы они понимали, что спорт, здоровье – это главное. А так как здесь сегодня присутствуют офицеры России, здесь сегодня присутствуют ветераны морской пехоты, то еще идет популяризация российской армии, службы в армии и конкретно военно-морском флоте, морской пехоте. Всего в состязаниях приняли участие около ста человек. Не только воспитанники интернатов области, но и сотрудники ГУФСИН и МВД, которые на своем примере показали детям, как стрелять из автомата. Лучшими оказались школьники из села Георгиевка. По традиции соревнований самых быстрых и метких организаторы наградили сладкими призами. Николай Козлов, Виктор Соколов. Новости губернии. Кинель. Субтитры создавал DimaTorzok